Добрый день, приехали в такое живописное место Здесь сзади меня находится река Пшиш Я уже спустился туда вниз Попробовал добраться до берега Но в общем это плохо получается Потому что берега отвесные Там затапливается все Чтобы спуститься вниз надо вырыть себе ступеньки А здесь сзади меня идет разработка новых полей Чтобы вы понимали Это когда сжигается трава Вырубается лес То есть это вообще какое-то дикое место Там чуть дальше есть поля с клубникой Скоро здесь будет произрастать клубника Видимо на этих сожженных местах Будут тоже выравнивать какие-то места И будут сажать клубнику Вот, а пока я ищу Пока я ищу место, где можно поискать Прекрасное место, река Пшиш Лучшее средство от коронавируса Хотел поснимать, рассказать Как здесь классно Взял с собой фотоаппарат Штатив, рюкзак Там со всем нужным Перся через кушери Матерился Наступал на палки Падал Пришел на берег Включил фотоаппарат А фотоаппарат мне написал No SD card Такие дела Поэтому просто рыбалка и съемки на телефон Спасибо изобретателям смартфонов За то, что такие лохи, как я Могут забыть карточку дома И все равно писать видео Короче, местность здесь еще та Как бы все Все покрыто оврагами Просто так не пройдешь Такие ручьи, которые Берег ручья Ну метров 5-6 Наверное высоту То есть он вымыл породу Основательно Вот такая переправа Бревно на тот берег Это я вот должен оказаться там Коля позвонил Сказал, что я на той стороне ручья Иди, говорит, ко мне Вот я туда и иду Короче, говорит это Перейдешь Перейдешь через ручей Окажешься на клеверном поле Пройдешь по бровке И там выйдешь на косу Ну как по мне Так попахивает Какой-то сказкой Но факт остается фактом Я вышел на клеверное поле А сказка для меня Все продолжалось и продолжалось Только посмотрите Какими дорогами Приходится ходить В поисках этого рыбака Как раз я блесну оторвал У Коли тут лег поплавок Он там пока нанизывает Снастью своей И сидит гадает Клюнул у него головы здесь Или не клюнул Все, кому интересно Пишите в комментариях Клюнуло у Коли Или просто положило Так, ну что Место, конечно, у нас живописное Да, место классное Птицы поют По находкам По находкам Мне кажется Тут не густо будет Зато по пешку Копать удобно будет Ищем находки Там, где удобно копать Я, в общем, уже рад То, что мне Не надо Пересеченную местность Пересекать Вот Не надо никуда Там с бревна падать Не надо Есть жуков Когда ищешь Колю Не надо Лицом Раздвигать ветки У меня же еще две руки Заняты обе Я иду Я там падаю Матерюсь Все ветки по роже бьют Вот так Среди полей Среди каких-то оврагов Мы находим Замечательный Песчаный пляж Я веду поиск На берегу реки И совершенно естественно Что Первая моя находка Она Чисто Рыболовная Посмотрите Какой Сюжет Принесла река Это кусок деревяхи В которой Застрял Вот такой Огромный крючок Если я не ошибаюсь Это Девятка Или десятка Вот что-то такое Ну что там уж говорить Размер этого крючка Прям Поражает То ли это был Оптимистичный Рыболов То ли Местные Реально Что-то знают Про то Что здесь водится Либо это сюжет Фильма Большая рыба В общем Некогда было снимать Процесс Потому что был Очень увлечен И вот Попался весьма Неплохой Усач А это же приятно Говорят Что усачи Очень-очень-очень Вкусные Привет Усач Я уж думал День пройдет зря Но нет Удача все-таки На нашей стороне И вот Вот она Долгожданная Консервная банка Я конечно Не открывал Возможно Там Царские червонцы Но что-то Мне подсказывает Что нет там Никаких червонцев А есть только Сбежавшие Из банки Черви Вот они Современные рыбаки Видите Как проводят время Чего Коля У тебя же там Это Поплавок есть Ты же должен На него смотреть Да поплавок Так Что это было Это рыба Которую Ты не поймал Рыбалка с сетью Я смотрю В этих местах Явление Нередкое Видимо Уровень воды Был высокий И вот тут Сеть Которая Запуталась В ветвях Ивы По-моему Это ива Сейчас будем Это удалять Поплавок Далеко его не забросишь Блин Ямки нету Поэтому он бесполезен Бычка Ну поймал Ясно Усач Усача Поймал Я его там Усача Колька нам рассказывает Что он поймал Усача Вот Он клевал у меня Вот на эту Короче Вот эту Кто бы видел Коля Что у тебя там Вот на эту Это тирольская палочка У тебя С опарышами На два крючка Да И я Чуть три поклевки Было Я его не смог Вытащить В итоге Последний раз Заменил Это и поставил Вместо этого Убийцу Карася С прикормкой И поймал Усача И все И когда я его поймал Поклевки прекратились Он там еще один был Коля А что такое Убийца Карася Ну это Три маленьких Кормушки И три И рядом с кормушками По крючку Вот так На веревочке Я сейчас достану Пока Я думаю Не спроста Да Он так называется Это Ну Карасевая Знает Это Это законно А я Хрен знает По находкам Сами видите Сегодня Не густо Но вот На берегах Этой реки Попадаются Интересные камни Один такой Черный И у него Прям металлический Отблеск И он вообще Как будто Местами покрыт Ржавчиной Но металлического Сигнала от него нет И он как дерево Вот состоит Из каких-то волокон Вот очень интересно Что это такое А второй правее Он зеленоватого цвета Похож на какой-то Необработанный Малахит Если Среди наших зрителей Есть геологи То ребята Подскажите пожалуйста Что это такое Потому что Ну Камни интересные Интересно знать Что это такое Все дорогой Ты свободен Можешь Отправляться На хату Ну нет Он красивый Он такой какой-то Золотобежевый Ну головой ныряй туда Че ты О, головой Молодец Я не буду Перейду по низу И вот тут И выберу Я вот там Перейду по низу Я не буду падать Понял Я надеюсь Барабанная дробь Коля ленится Идти до нормального бревна Да блин Там не нормальное бревно Там тоже Под бурелом Так Так Сейчас Я так думаю Камера не передает Но туда вот Это очень большая высота На самом деле Ну ты молодец Показывай Короче Коля человек отважный Я че-то так вот Не хочу Поэтому я Опять Выхожу На это Клеверное поле Но на самом деле Это не клевер Это скорее всего Кормовая люцерна Там слева я слышу Как Коля Ломает Валежник Своим мощным телом Я же Направляюсь К своему старому бревну Знакомому Ну как говорят Самая короткая дорога Это ту Которую знаешь Вот Поэтому я На данный момент Иду Самой короткой дорогой Которую знаю Где же это Сраное бревно Фу Слава богу Нашел бревно Сейчас буду По нему Переходить Для начала Неплохо бы Залезть на него Так Преграда Сейчас надо разбирать А нет Не надо Ну короче Это было еще Топ приключение Оно еще конечно Не закончилось Но по бревну Я прошел Конечно Пришлось его еще И поискать Потому что С дороги Его не видно Ну все Наконец-таки Я вышел На окраину Поля Сейчас Перейду через Это поле И вот там Я уже вижу Нашу машину На всю длину Рук В общем Я снимаю шляпу Мне это Мне надо к коленой сиське Вот так прислониться Чтобы меня видно было Короче Как вы видели Усач Был мощный Красивый Элегантный Дикий Борзый Усач И все На этом Все Находки были Находки были И были И все И качество Этых находок Оставляет желать Лучшего Вот Что про коронавирус Наверное Надо что-то сказать Блин А что сказать про коронавирус Города Город пока не перекрыли Вчера я был В магазине у друга Все приходят Со сплетнями Что город Вот сейчас перекроют Мы нормально выехали Нормально надеюсь Приедем Все ломятся Пытаются за город И мы за городом Тоже проводим свой день Это круто Свежий воздух И никакого страха И к счастью Наконец-таки Когда мы на берегу Рекуки оказались Вот первый раз За Четыре дня И я Много времени подряд Не думал про вирус Это круто Да На самом деле Как бы Штука серьезная В общем Тут Надо поменяться Ролями с родителями То есть Мы теперь Следим за своими родителями Вот Теперь вроде Вы как бы Ответственны За своих родителей Я звонил своим Они по-моему Не очень воспринимают Что что-то может случиться Аналогично Мои тоже не очень воспринимают Поэтому товарищи родители И товарищи дети В общем Вы там это Ну поберегите себя Типа мы пойдем на рынок Как же не пойти на рынок Вот такая фигня Мы там постоим в очереди За гречкой Там В каком-нибудь Большом супермаркете Ну зачем Привыкаем Короче Привыкаем Быстро быть Просто не паникерами А внимательными Вот Да Давайте будем Внимательными Не будем паниковать В общем Я более чем уверен Что все будет Все будет у нас хорошо Вот Просто мы Уже столько всего пережили Ну подумаешь Какой-то вирус В общем Ну стопудей Его тоже переживем Ну всем Хорошего всего Пока Берегите себя Субтитры сделал DimaTorzok